Слабый снег, на дорогах возможна гололебица, температура ночи минус 16-18, днём от 13 до 15 мороза. Роман Плюсов, служба информации, Эхо Москвы. Под доступа лови в руках, и волосы огонь, язык остелок, ломает всё, что попадётся им под руку. Её эффекты только трой, она как жарно так, разводит в раз апатию и скуку. Ход доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как с ним пахнет, в июле. 1964 год. Это когда Джонсон стал избранным президентом. Когда экипаж корабля «Союз» улетел при Хрущёве, а вернулся при Брежневе, и вышел фильм «Звуки музыки». Всё это, 64-й год. В программе «Вот так» в ночь с воскресенья на понедельник в 0 часов 7 минут. Эту программу транслирует компания «Сити Виза». Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-4545. Простите, я слегка кашляю, поэтому буду периодически пытаться откашливаться. 985-970-4545. Я бы хотела начать нынешний эфир с положительных новостей, правда не в России, а в Америке, и поговорить немножко о сланцевой революции уже не в газе, а в нефти, благодаря которой, например, американское производство нефти в скалистых горах выросло на 31% по сравнению с 2011 годом. Это быстрее, чем предполагал Обама, благодаря которому закрылось 15 европейских нефтеперерабатывающих заводов, 16-й закрывается вот-вот, потому что раньше, если раньше США импортировали нефть из европейского региона, то теперь они являются главным экспортером в регион. И, к примеру, Нигерия, которая раньше где-то 12 супертанкеров в месяц присылала в США, сейчас присылает менее чем трех. И понятно, что это революция того же масштаба, что сланцевый газ, и того же значения, что и для... То есть такая же трагичная, как сланцевый газ, стала для Газпрома, потому что это уменьшило его долю на европейском рынке и истребило все его надежды по практикновению на рынок американский. И вообще оказалось, что наши правители думали, что с помощью газа они могут поставить весь мир на колени, а выяснилось, что нельзя с помощью чего-то, что является рыночным товаром, поставить мир на колени, потому что если у вас есть рыночный товар, и он высоко стоит, то если есть спрос, то найдется и предложение. И вот такая же вещь на наших глазах происходит со сланцевой нефтью. И это, в общем-то, означает, что России осталось уже очень немного лет счастливой жизни, скорее всего, потому что цены на нефть рано или поздно начнут падать. Они не критически, конечно, будут падать, потому что сланцевая нефть дороже. Но они могут падать для критических, для российского бюджета, который привык жить в нашей России широкую ногу и проводить Олимпиады за 50 миллиардов долларов. И, собственно, вот еще одна новость из Америки, кроме бомбы сланцевой нефти. Кстати, заметим, что бомбы сланцевой нефти и сланцевого газа происходят только в Америке пока. Что, например, в Европе его не происходит, в первую очередь из-за европейского ублюдочного природоохранного законодательства. И в Америке он происходит, потому что там до сих пор правильная экономическая структура и правильная структура собственности. Ты купил кусок земли, ты его буришь, и тебе не надо никаких лицензий. Тебе достаточно твоей собственности на кусок земли. И еще одна вторая история, которая случилась на днях в Америке, которая меня чрезвычайно поразила, это то, что компания Illumina, которая является одним из ведущих производителей секвенаторов в мире, напомню, что секвенатор это такая штука, которая устанавливает, может секвенировать ваш геном, она объявила о производстве машины, которая будет делать, секвенировать ваш геном за тысячу долларов. То есть это будет услуга обычного медицинского характера, ну приблизительно как анализ крови или педскан, сопоставимое по цене, даже собственно ниже педскана. И вот я обращаю внимание, что эти фантастические перемены, в том числе экономические, в том числе технологические, происходят именно в Америке, происходит в стране, которая в отличие от Европы осталась страной свободного капитализма. Я уже не говорю о том, что Америка запускает в космос частные космические корабли. Я уже не говорю о Гугле и Майкрософте. И вот это то, что может делать свободная страна, когда у нее есть рыночная экономика. Если мы посмотрим, что за эти, скажем, 14 лет Путина сделала Россия, ну помимо того, что мы потратили большое количество денег на Олимпиаду, и какую-то часть из них, вероятно, украли. Ну, я думаю, что лучшее обобщение этому содержится в блоге Кончаловского, который напечатан на эхе Москвы, который напоминает, что за последние 20 лет в России вымерло более 7 миллионов русских, что ежегодно Россия теряет по численности лесовение Цилуовской равное Псковской, что по продолжительности жизни мужчин России занимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу, что он занимает первое место в мире по абсолютной величине обыли населения. И что у нас от 2 до 5 миллионов беспризорников, в то время как после Великой Отечественной войны их было 500 тысяч. И что мы занимаем первое место в мире по числу детей, брошенных родителями. И многие другие цифры, которые я вам советую прочесть в блоге, потому что мы, к сожалению, очень часто обсуждаем всякие важные вещи. Кто что сказал, письмо Охлобыстина и так далее. Вот, наверное, это все-таки та вещь, которая имеет смысл обсуждать. Эта вещь, которая случилась в России, понятно, не за последние 14 лет, не все эти беды следствия лично Путина, не все их можно снять простым указом, но ужас заключается в том, что все, что делает государство, эти беды усугубляет. Потому что так легче удержать власть. Потому что чем больше чиновников в России, чем больше люмпинизированных людей в России, чем больше мигрантов, занимающих рабочие места, тем легче удержать власть, тем легче люмпинизировать население. И вот я предлагаю вам еще раз сравнить. С одной стороны, мы очень часто любим сравнивать Россию с Америкой. И очень часто мы рассказываем, что мы вовсе встаем с колен, мы теперь с Америкой потягаемся при Путине. Скажите, пожалуйста, как мы можем тягаться с частными космическими кораблями, со сланцевой нефтью и газом, с секвенаторами за тысячу долларов, с Гуглом и Майкрософтом? Вот подумайте об этом и подумайте, что надо сделать с Россией, чтобы она действительно встала с колен и действительно могла тягаться с Америкой. Кстати, в блоге Кончаловского очень важно сказано, России нужен лидер, который имел бы смелость Петра Великого, чтобы сказать людям слова, которые они давно не слышали. Это будет горькая правда. Потому что, к сожалению, понятно, что России нужен именно лидер. Потому что точно так же, как, скажем, психиатрическая клиника, населенная наркоманами, в ней может быть один наркоман, который готов отказаться принимать наркотики. Но если вы наркоманам позволите принимать решение путем голосования большинства, хотят они и не хотят принимать наркотики, то, очевидно, ответ будет такой, что наркотиками надо снажать на всех бесплатно. Вот, к сожалению, Россия находится в таком состоянии, распад ее зашел так далеко, что с ней надо делать неприятные вещи, и надо говорить народу неприятные истины. И я боюсь, что демократическим путем это действительно не может получиться. Еще раз повторяю, я не говорю о нынешней авторитарной власти, которая у нас является авторитарной, но не является властью. Потому что власть – это не только возможность посадить любого человека в стране и отобрать любой бизнес в стране. Власть – это возможность поддерживать в стране закон и порядок. Вот посадить любого наша власть может, а поддерживать в стране закон и порядок она не может. Тем более она, к сожалению, не может переменить существующую социальную инфраструктуру России. Как я уже сказала, все вещи, которые она делает, она делает только так, что они усугубляют нынешние проблемы. 985-970-45-45, еще раз процитирую любимого начальника, как правильно сказал Венедитов, правительство в России перестало быть европейцем. Помните, правительство в России единственное европейце. Конечно, сейчас слово «Европа» имеет другое значение, потому что легко было быть европейцем в 18 веке, когда Европа была страной частного предпринимательства, науки и прогресса. Да как-то вот быть европейцем в значении людей, которые строят энергетические, которые строят солнечные батареи, поддерживают Greenpeace, протестуют против генномодифицированных продуктов, борются с глобальным потеплением и регулируют все и всех, включая длину огурцов, вернее, кривизну огурцов. Да как-то не надо быть европейцем в этом смысле. Надо быть европейцем в совсем другом смысле, в смысле 19 века. Так как европейцем сейчас является Китай. 985, 970, 45, 45. Вот, кстати, Акропос о европейцах и мерах, предпринимаемых правительством. Помните, закрыли Берлевскую овощевазу после убийства? Правда, ее потом сейчас, кажется, открыли уже. Вернее, начинают открывать. Вот, значит, только что была проблема такая же с рынком садовод. И в итоге Люблинский городской суд Москвы оштрафовал рынок садовод аж на 250 тысяч рублей за выявленные административные нарушения. Вот у меня вопрос. Ребята, чем отличается рынок садовод от гадюшника под названием Берлевская овощебаза? Тем, что Берлевская овощебаза держали какие-то второстепенные дагестанцы, а садовод держат сами Зарах Ильев и Готнисанов? 985-970-45. Большая история на этой неделе с разоблачениями Лексутова, зам мэра Москвы, занимающегося транспортными вопросами, Алексеем Навальным. Значит, напомню формально, в чем заключается история. Есть Максим Лексутов, начальник Дептранса, он же хозяин Аэр-экспресса. Это все то, что возит нас по железной дороге в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Есть закон от 7 мая 2013 года, который запрещает чиновникам иметь счета и компании за рубежом. И вот после принятия этого закона, 20 июня 2013 года, то есть через месяц лишним после принятия этого закона, Лексутов все передает своей жене. И после этого, через 6 дней, он разводится с женой, и вся зарубежная недвижимость отходит к бывшей жене Лексутова Татьяне. Вот скажите, пожалуйста, вы верите, что человек 20-го числа переведет жене все свое состояние, а 26-го разведется? Очевидно, что это смешно. Для меня это развод фиктивный. Конечно, плохо будет, если он настоящий, и госпожа Лексутова сдернет со всеми активами, потому что, кстати, таких историй в России довольно много. Это у нас такие новые правила, такая эпидемия эффективных разводов. Я напомню вам историю начальницы 28-й налоговой инспекции Ольги Степановой, у которой все оказалось записано на мужа, а с мужа оказался в разводе. И это одна часть вопроса. То есть для меня, как я уже сказала, это развод фиктивный. Но самый главный вопрос у меня такой вот. Вопрос первый просто. Можно ли богачами вообще быть чиновниками? Ну, ответ очевидно, что да, если они не используют это богатство, если они не используют свой административный ресурс для привлечения богатства. Наоборот, это очень хорошо, если богатый человек является чиновником. Вот Блумберг являлся мэром Нью-Йорка. Значит, в сентябре 2013 года состояние Блумберга составило 31 миллиард долларов. Кстати говоря, это очень сильно помогло Блумбергу стать в свое время мэром, потому что Блумберг использовал свои собственные деньги для компании. Он просто 73 миллиона своих собственных денег вложил в компанию. Поскольку он использовал свои собственные деньги, а не общественные, то над использованием этих денег не было контроля. В Америке такая хитрая история, что у вас законы ограничивают размеры компании, если вы употребляете для этого общественные деньги. Вот вопрос, да? Чем плохо, чтобы Блумберг был мэром Нью-Йорка? Ответ, наверное, только замечательно. Точно так же, как богатые люди. Вообще-то совершенно замечательно, когда богатые люди являются чиновниками и хотят сделать что-то для своего народа. И вообще, ну, вся Венеция управлялась богатыми людьми, и каждый раз, когда они становились у кархелого государства, что они делали? Они строили что-нибудь для Венеции на свои деньги. Вопрос простой. Лексутов когда-нибудь злоупотреблял своим положением? Мне лично, я могу сказать, такие факты неизвестны. Я могу сказать, что это один из немногих московских чиновников, который делает, с моей точки зрения, то, что надо делать. Как и всякий чиновник, который в сильно развалившемся в обществе делает то, что надо делать, это вызывает дикую злобу. История с введением платных парковок в центре Москвы вызывает дикую злобу. Хотя понятно, что Москва не резиновая. Такого по-другому не бывает. Мы не можем... Вот как раз вопросы о бесконечном строительстве новых дорог в Москве, как ни странно, вызывают у меня большие вопросы, потому что понятно, что чем больше вы будете строить все крупных автобанов, чем больше их, вернее, будут строить господа ковальчуки, и кто у нас еще там осваивает эти деньги, тем больше будет становиться машин. А вот если вы будете вводить плату за парковку в центре города, который совершенно исторически не приспособлен к такому количеству машин в городе, то вы, по крайней мере, добьетесь того, что этот город снова станет городом. Москва в центре перестала быть городом. Она перестала быть связанным городским пространством, по которому можно ходить. Город для пешеходов. Там те города, которые были выстроены для машин, например, Детройт, они в конечном итоге в не очень хорошем состоянии оказались. Понятно, что не только поэтому, и даже не столько поэтому, но в чем числе и поэтому. Город для пешеходов. Я еще раз повторяю, если бы Аликсутов злоупотреблял своим положением, вот я буду чуть попозже говорить, да, у нас бывший губернатор Челябинской области господин Веревич, богатейший человек, владелец, насколько я понимаю, ну, там тоже на кого-то записано, вот, макароны империи, Макфа. Это не помешало господину Веревичу за счет области покупать вертолет и даже смотреть порноканалы. Но, наверное, это стыдно. Но я не слыхала, что бы Аликсутов за счет Москвы что-то делал. Более того, вот то, что он борется с пробками, это, строго говоря, ну, чисто теоретически уменьшает ему доходы, как владелец аэроэкспресса. А что, мне кажется, во всей этой истории правильным с точки зрения Навального? Что, во-первых, на то ищу, чтобы карась не дремал, что есть закон, и что Навальный ведет политическую кампанию, Собянин и Аликсутов являются его политическими противниками. В этой ситуации, естественно, все методы хороши, которые находятся в рамках закона. Безусловно, то, что делает Навальный в рамках закона. Но вот что мне... Почему я не могу присоединиться к этой кампании? Потому что Аликсутов, тот чиновник, который ведет правильную политику, кстати, именно поэтому он уязвим. А если бы он не делал никаких платных парковок, то и не возбуждало бы его имя такой безумный ажиотаж. Потому что у нас все рыночные либеральные принципы, у нас очень многих людей, они кончаются там, где заходит речь об их личных деньгах. И я до сих пор помню, как Евгений Ингантмахер, который вроде бы либеральный человек, так взвелся, когда оказалось, что все-таки за парковку в центре города надо платить. Потому что, извините, ребята, парковка в центре города, это как воздух на космической станции. Воздух на космической станции вещь платная. В атмосфере Земли он бесплатный, а на космической станции он платный. Это вот, да, как надо платить за кислородный баллон, когда вы погружаетесь на дно океана, так надо платить за парковку в центре города. Иначе у вас там будет бардак. Иначе у вас города не будет. И еще раз, я не видела случая, чтобы Лексутов использовал свое общественное положение в личных целях. Покажите мне этот случай, я о нем с удовольствием скажу. Там не Лексутов, не Сват, не брат. И фарисеев Лексутов не является. Это не Пехтин, который там принимает закон подлецов, но при этом имеет имущество за границей. Это не Астахов, который у нас заботится о сиротах в России, но жена которого рожает во Франции. Лексутов нигде не выступал и не говорил, что, вы знаете, безответственно иметь имущество за границей. Лексутов просто жертва маразматического закона. Он не нарушил ничего, с моей точки зрения, кроме маразматического закона. Значит, не надо принимать законы, которые нельзя выполнять. Надо делать другое. Надо улучшать инвестклимат. Надо позвать Лексутовых и всех остальных и сказать, ребята, а почему вы свои активы держите не в России? Вот по такому-то, по такому-то. Но давайте изменим ситуацию в России так, чтобы эти активы было безопасно держать в России. 985, 970, 45, 45. Есть такая маленькая история, о которой я не могу не сказать на этой неделе. Это, конечно, гигантская очередь желающих поклониться дарам волхвов, которая выросла сначала в Москве, а потом в Санкт-Петербурге. Там есть очень смешной момент, что привез дарам волхвов в Москву тот самый фонд, ущедителем которого является тот самый православный олигарх Константин Малафимов, на которого ВТБ в Лондоне, заметим, в Лондоне обвиняют в мошенничестве с кредитом. И вот меня, конечно, совершенно поражает, что это все происходит не в X веке, это происходит в стране, которая запустила в спутник космос. Правда, у нас теперь эти спутники, эти ракеты перед полетом в космос освещают. Меня, собственно, поражает самое простое. Я думаю, что люди могут почитать достаточно его сквозковедческих блогов. Я рекомендую вам блок музея имени Андрея Рублева, который прямо пишет об этой реликвии как о подделке, о том, что это 28 небольших золотых пластин, которые никак не могли быть подарены младенцу Иисусу в начале I века, потому что они украшены типичной поствизантийской сканью 15-17 века. И, в общем, с таким же успехом можно выставить подаренный младенцу Иисусу айфон. Временная разница примерно такая же. И, конечно, поражает другое. То, что ведь в свое время вот эта индустрия подделок, она имела в Европе гигантское распространение. Каждый город стремился обзавестись такой реликвией, «Эти реликвии крали, эти реликвии подделывали». Я вам рекомендую замечательный роман Умберто Эка «Боа Далина», который, собственно, посвящен ровно вот такому персонажу, который подделывает, кажется, кусок креста священного, и при этом одновременно искренне воспринимает эту реликвию как настоящую. То есть такое типичное двумыслие. И вот как раз Умберто Эка пытался воссоздать это двумыслие средневекового человека. Это одновременное, да, единовременное существование человека, который является одновременно и фанатиком, и Остапом Бендером. И мне казалось, что когда я эту книгу читала, ну, что все это, да, вот, замечательно, это все происходило много веков назад. Сейчас на моих глазах это происходит. И я просто напомню, что вот традиция подделки христианских святынь, она, в общем-то, восходит действительно в глубокой древности. Она восходит к 326 году, когда мать императора Константина, кстати, бывшая трактирная служанка, собственно, наложница Констанция Хлора, она отправилась тогда в Иерусалим, после того, как империя приняла христианство. И сразу, это через три века-то, она нашла и место распятия Иисуса Христа, и место, где он был погребен, и крест, на котором он был распят, и четыре гвоздя, и даже табличка «Иисус Христос царь иудейский». И что действительно это была очень важная часть мировоззрения в Средневековье, потому что, ну, реликвии были таким градообразующим предприятием. Вот, украли венецианцы мощи святого Марка из Александрии, загребернув их под свиные шкуры, и после этого, да, город становился местом паломничества, соответственно, после этого, мало того, что у него укреплялся престиж, росли всякие вещи типа торговли и так далее. Да, и, ну, слушайте, ну, там крайняя плоть Иисуса Христа, да, существовала в двадцати одном экземпляре. Ну, конечно, можно сказать, что если Иисус Христос, Бог един в трех лицах, то почему не в двадцати одной этой штуке? Но как-то, вы знаете, все-таки, ну, все-таки это неприлично было даже по тогдашним средневековым меркам. Все-таки, когда, и самое поразительное в этих поделках был их, в общем-то, нижайший уровень. Потому что, когда люди их подделывали, они не то, что не заморачивались претензиями на историческую ценность, у тех людей, которые их подделывали, в силу вот именно этого комплекса Буадалина, у них не было представления о количестве прошедших с того времени веков. Да, вот составители дара Константина, вот той фальшивки, которая якобы была подписана в IV веке с императором Константином, и которая якобы передавала власть над Римом и всем западным империей в руки Папы Римского, и которая была написана, естественно, на порченной латыни IX века, но им как-то в голову не приходило по-другому писать. И вот, мне кажется, самое интересное во всей этой истории, это, конечно, то, что, с одной стороны, мы имеем дело с абсолютно средневековым типом мировоззрения, а с другой стороны, этот средневековый тип мировоззрения распространится с помощью телевизора. У нас вообще средневековый тип мировоззрения сейчас распространяется с помощью телевизора. И я могу туда постановать очень легко, потому что, ну вот возьмем предыдущий случай большой очереди, когда глава РЖД Владимир Японин привез в Москву пояс Богородицы, тоже тогда было объявлено по всем каналам государственного телевидения, что вот смотрите, в Москву приехала святыня, и тоже тогда была гигантская очередь. При этом частичка этого же самого пояса Богородицы хранилась в Москве в той же самой церкви пророка Ильи в Обыденном переулке. Помните еще настоятель, который, Игомен Тимофей, попал в пьяное ДТП, точнее он отказался проходить это свидетельствование, но по словам очевидцев, меняем состояние, находился за рулем роскошного БВС с мальтийскими дипломатическими номерами. Перерыв на новости. Программа... 19.30 в Москве на реке новости. Вы микрофоны Райман Плюзов. Справедливоросы не сумели собрать необходимого числа подписей в поддержку референдума о платных парковках в Москве. Плебисцита не будет. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, было принято непростое решение. Миронов объяснил ситуацию большим числом обнаруженных недостоверных подписей. Мы понимаем, что если даже принесем в московскую избирательную комиссию неполное число подписей, реквендум уже не состоится. Напомню, сегодня был последний срок, когда инициаторы должны были собрать необходимое число подписей. Московские власти ранее ввели плату за парковку в центре города в пределах Садового кольца. Час стоянки стоит 60 рублей, Бурбарного – 80. Владимир Путин считает, что решение ряда ключевых задач в России может организовать только президент. Глава государства в интервью ряду российских и международных телеканалов сказал, цитата, «Это связано с исполнением наших планов, которые были сформулированы в ходе предвыборной кампании. Мы договорились с председателем правительства о том, что будем концентрировать усилия на некоторых направлениях, которые я считаю принципиальными и наиболее важными, с тем, чтобы объединить усилия. Это может сделать подчас только на уровне или с уровня президента», – сказал Путин. Напомню, как сообщалось ранее, президент собирается раз в две недели собирать расширенное правительство. Суд арестовал предполагаемых охранников, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраева, по делу о вымогательстве. Четверо из пяти подозреваемых, выходцев из Чечни, заключены под стражу на два месяца. Вопрос об аресте последнего должен был решен сегодня. Как сообщили интерфаксы в пресс-службе московского главка полиции, в пятницу подозреваемые вошли в офис нотариальной конторы на Сокийской набережной и, угрожая предметам, похожим на пистолет, стали требовать 2 миллиона долларов. Россиянин Сергей Воронов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Будапешке. В произвольной программе российский спортсмен уступил только испанцу Хавьеру Фернандесу. Третьим стал еще один россиянин Константин Меньшов, шедший после короткой программы четвертым. Максим Ковтун занял в итоге пятое место. О погоде в Москве за трями местами выпадет слабый снег. Температура ночью минус 16-18, днем от 13 до 13 мороза. Роман Плюсов, служба информации, Эхо Москвы. Добрый вечер, Юлия Латынина, 985-970-45-45. Я продолжаю свой рассказ о частичке пояса Богородицы, который лежал вот в той самой церкви пророка или в обыденном переулке. И вроде бы если это так, все у нас такие истинно верующие, то они бы могли стоять туда. Но поскольку об этом по телевизору не говорили, то никто туда не стоял, никаких чиновых паломничеств не было. И, собственно, никаких особых чудес пояс Богородицы не творил, если не считать чудо избавления Умена Тимофея от уголовной ответственности. И вот, собственно, мой тезис заключается в том, что главная причина многочасовых очередей – это не само наличие святыни, а именно ее пиар по телевизору. И вот это уникальное сочетание средств массовой информации, массовых современных технологий, с одной стороны, и абсолютно средневековых вещей, которые характерны по типу своему, по духу, для совершенно другого периода истории человечества. Потому что, в общем, в Европе он закончился еще тогда, когда Иоганн Кальвин сказал, что если все реликвии собрать в одном месте, то, в общем, у каждого апостола бы оказалось по четыре тела, а у каждого святого по два или три. И я уже говорила в предыдущей части программы о замечательной истории с увольнением Челябинского губернатора Юревича. И посмотрите, как поразительно устроена наша власть. Вот и есть господин Юревич с его, как я уже сказала, частным вертолетом, о котором писал Навальный в «Доброй машине правды». И, естественно, по этому поводу Юревича не уволили. Но вот случился у Юревича конфликт с нынешним, с «Уралвагонзаводом», который сходит во все большую силу. Напомню, что господина Юревича на посту Челябинского губернатора заменил бывший замглавы «Уралвагонзавода». Напомню, что господин Халманских у нас теперь полпредпрезидента по Уральскому федеральному округу. И напомню, что господин Сиенко из «Уралвагонзавода», он, в общем, так потихонечку строит небольшую бизнес-империю, но, естественно, не частную. И вот, видимо, в результате, так, насколько я понимаю, там вопроса приватизации нескольких предприятий, которые были нужны «Уралвагонзаводу», уволен был губернатор Юревич. То есть никакое давление общественности, никакой компромат не является поводом для увольнения, но грызня бульдогов под ковром является. Абсолютно та же история была с увольнением мэра Астрахани, если заметьте. Помните, как на предыдущем... Астрахани – это уникальный выбор. Город, где вообще постоянно горят в центре города дома, и в них сгорают люди. И при этом на выборах мэра, естественно, Единоросса, орудуют бандиты, которые реально просто запугивают население. И вот в таких условиях был выбран предыдущий мэр Столяров. Его соперник Олег Шейн по всем независимым подсчетам явно получил большинство. Шейн объявлял голодовку. Просто было очевидно фальсификации на выборах. Никто на это не обратил внимания. Проехались под компу... ...избирателям города Астрахани. Через некоторое время у господина мэра был конфликт с губернатором Жилкиным. Надо отдать честь губернатора Жилкину. У него был конфликт со всеми мэрами Астрахани, у которых горели дома. Он их, видимо, не любил и правильно делал. И вот в конце концов мэра Столярова арестовали. Возникает вопрос, ребята, может, его было просто даже не то, чтобы не избирать, а правильно посчитать голоса. Нет. И это дело святое. Вот в результате бульдогов под ковром – да. В результате общественного давления – никогда. И вот другая совершенно потрясающая на эту тему история – это, конечно, я снимаю шляпу перед отцом Андреем Кураевым, который ведет абсолютно Дон Кихотскую борьбу против ветряных мельниц, против голубого лобби в церкви. У нас есть там люди типа Охлобыстина, которые борются против голубых везде, кроме церкви. Но православные. И у нас есть отец Андрей Кураев, который настоящий православник, потому что он считает, что современным канонам православия не соответствуют гомотексуальные отношения. Это как бы факт. И отец Андрей Кураев за это уже поплатил в свое увольнение. И отец Андрей Кураев задал себе печальный вопрос. А, собственно, что же такого случилось? Что в Казанской семинаре все-таки уволили ее начальника за мужеложество? Почему трехлетней жалобе за изнасилование был Дон Хот? И оказалось, что речь идет просто об операции преемник Казанской епархии, точнее, метрополии уже. Причем второй кандидат, давший зеленый свет гомосексуальному скандалу, тоже мужеложец. Как написал в своем блоге Кураев, опытный ассенизатор, но сегодня что-то и мне поплохело от этого. 985, 970, 45, 45. И вообще, надо сказать, и в связи с Кураевым, и в связи с Охлобыстином, у нас возникла вдруг опять так эта самая голубая тема, что я решила, тем более, что новостей на этой неделе не так много, немного отличься и порассуждать на эту тему, вернее, сказать вам, что по этому поводу думаю. Я думаю, это мое личное мнение, я, естественно, никого не навязываю, что толерантность к различным видам сексуального поведения это одно из немногих достижений европейского общества конца 20 века, потому что в основном все то, что оно, все вещи типа велфера, все вещи типа терпимости к нетерпимым религиям и так далее, все это шло в минус в Европе. Пожалуй, толерантность к тому, что неправильно, с моей точки зрения, называется сексуальными меньшинствами, это плюс. Но, естественно, что эта толерантность не является традиционной ценностью Европы. Я напомню, что, в общем, Великобритания за гомосексуализм сажала в тюрьму Аскару Альда, она довела до самоубийства гениального Алана Тьюринга, и что еще в 1973 году Американская ассоциация психологов считала гомосексуализм психическим расстройством. То есть, и вот, на мой взгляд, простой вопрос, который возникает у постороннего наблюдателя, или вот это все безграничный триумф свободы, или это такой горячий бред политкорректности. Вот где-то граница, которая одна переходит в другую. И, на мой взгляд, ответ все-таки должен быть дан с точки зрения человеческой культуры и биологии, я бы сказала так, что, в общем, в истории человеческих культур преобладают те, для которых однополый секс был нормой. А одновременно в истории человеческих культур гомосексуальный брак является редчайшим исключением. Я, конечно, не могу претендовать на полный обзор фактов, но я могу назвать только два примера, которые можно коалифицировать, как вот некое церемониальное оформление отношений двух мужчин навсегда. Одно называлось металлотаж, и оно было принято у всяких буконьеров, особенно в 17 веке, позднее у пиратов. Ну, просто у этих людей не было женщин, и они жили, извиняюсь, вдвоем, и вот покойник, так сказать, выживший наследовал имущество покойника. Другой институт, как ни странно, это институт Адельфа-Поэсиса или Адельфа-Поэй, который, в общем, можно сказать, что это в конце концов были просто гомосексуальные браки, потому что люди венчались в церкви, венчались по обрядам, очень похожим на соединение мужа с женой, и, как минимум, это употреблялось именно для осуществления освящения гомосексуальных пар, и, как ни странно, этим занималась именно православная церковь. Она занималась этим на Балканах достаточно долго, в Черногории, по-моему, до начала 20 века. Так что, в принципе, голубое лобби в нашей церкви может сказать, что оно вот сохранило традиционные ценности. Вот во всех остальных случаях в культурах гомосексуалист не получал особый статус, который никак с браком был не связан. Например, в индийских культурах были шаманы-бердаши, которые носили женскую одежду, велись, а как женщины были при этом мужчины, но ни с каким браком, естественно, да, это была особая социальная категория. Либо речь шла о заведомо Временном союзе, такие заведомо Временные союзы тоже бывали, потому что, например, в китайской провинции Фуцзянь, да, в эпоху Мин существовали однополые браки. Венчало, ну, мальчика отдавали человеку постарше, но при этом было понимание, что рано или поздно мальчик выйдет из этого брака и в соответствии с конфуцианскими ценностями заведет семью. Очень похожие были институты у Азанды, где, как правило, мальчик, если, так сказать, если воин хорошо вел себя в браке с мальчиком, то ему потом отдавали сестру мальчика. Там была большая проблема у Азанды с выкупом невест. Невесты очень дорого стоили, да, поэтому вот можно было снизить цену, если воин хорошо себя был с мальчиком. И вот, наконец, третий момент, который я хочу подчеркнуть, что ни в одной человеческой культуре никогда и ни при каких обстоятельствах не существовало, как ни странно-социального института усыновления детей однополыми парами. Я не говорю, что это вот, да, вот, значит, в принципе невозможно. Мало чего никогда не существовало, айфонов тоже не существовало. Но, в принципе, такой серьезный звонок. Ни в одной культуре этого не существовало. При этом были повсеместно распространены усыновления. Были даже культуры, там, например, исландская, в которую детей специально отдавали воспитание друзьям и родичам. И была масса культур, в которых люди очень высокопоставленные являлись геями, скажем, как скажем, гимские императоры, или там ряд японских сёгонов. Но бывало, что римский император делал своего наложника следующим императором. Такие слухи уходили. Но вот не было, чтобы они вдвоем усыновили кого-то. И вот, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что возникает вопрос, почему. И вот один из моментов заключается в том, что брак – это, конечно, самый распространенный социальный институт в истории человечества. Вот всё было в истории человечества. Это были общества, где людоедство было запрещено, где оно было разрешено, где были, где мёртвых хоронили в земле, были общества, где мёртвых зигали. Вот в истории человечества не было общества, где не было социального института брака. И более того, до середины XX века не было общества, в которых сколько-нибудь значительная часть потомства рождалась для брака. Причём брак был нужен для воспитания потомства, иногда для оформления имущества. А с любовью брак имел много общего. И, собственно, вся мировая литература как раз связана с тем, что любовь – это одно, а брак – другое. Все любовные треугольники из этого возникают. Да, дальше возникает вопрос, все теоретически. Может ли однополая пара воспитать потомство? Но ответ заключается в том, что может. Потому что, например, возьмём такую замечательную вещь, как птички. Вот когда биологи в XX веке стали пристальнее изучать моногамных птиц, то сразу бросилось в глаза два обстоятельства. Оказалось, что многие пары, мягко говоря, ушло на моногамные. Оказалось, что там самка может видеть гнездо с одним самцом, тут же на стороне спариться с более сильной усыпью настаив мужу рога. А среди многих моногамных птиц, наоборот, обнаружилось там изрядное количество гомосексуальных пар. Там до 25% мужских пар у черных лебедей, к примеру. Часто эти пары воспитывали потомство. Ну, в случае лесбийских пар это было просто. Просто одна из самочек грешила на стороне. У геев была более сложная стратегия. Бывало, что даже вот эти два самца захватывали какое-то чужое яйцо. Бывали случаи, что самка, подкравшись, закатывает в гнездо яичка. Потому что она понимает, что очень хороший будет результат. Два сильных самца вырастет хорошая. Большая территория для камешки вырастет сильное потомство. Да, то есть вот в этом смысле пример таких черных лебедей, скажем, или гавайских альбатросов, он наглядно истиллюстрирует одну из важнейших особенностей сложных организмов, который заключается в том, что рождение потомства и выращивание потомства. Два разных процесса, не связанных между собой, обязательно. Машина для размножения ДНК, ей мало произвести потомство, и надо его воспитать. И может сложиться такая ситуация, при которой воспитание близкого родственника сильной пары дает машине для размножения ДНК не худшие шансы, чем воспитание прямого потомства. То есть я хочу обратить ваше внимание, что в природе есть виды, которые уже миллионы лет воспитывают потомство, в том числе в гомосексуальных, моногамных семьях, ничего не вымирают. Теперь это было о птичках, а все-таки мы приматы. А вот у приматов, и тем более у высших обезьян, ситуация другая. Гомосексуализм развит также у всех животных с большим головным мозгом. Не только у высших обезьян очень хорошо, потому что, я уже говорила, это очевидная вещь, что секс является слишком сложной формой поведения, чтобы природа могла себе позволить использовать его роскошь только для размножения. И очевидно, что у всех животных с большим мозгом он несет очень сложную нагрузку по построению социальных связей. Но вот проблема заключается в том, что гомосексуальных браков, именно браков у высших обезьян не наблюдается. И гомосексуализм у обезьян при всем его разнообразии служит скорее для, как я уже сказала, построения социальных связей и снижения уровня агрессии внутри коллектива. Я как-то уже раз приводила этот пример, я приведу еще раз, потому что он очень хорош. Вот два наших ближайших родственника, шимпанзе и бонобо, он же карликовый шимпанзе. Это две высшие обезьяны, эволюционные ветви которых разошлись друг с другом через несколько миллионов лет, после того, как их общий предок разошелся с предком человека. Шимпанзе и бонобо внешне очень похожи друг на друга. Вряд ли можно найти двух высших обезьян со столь диаметрально противоположным поведением. Бонобо – это обезьяна совершенно бисексуальная, причем 80% однополого секса у бонобо приходится на долю самок. То есть общество у бонобо является матриархальным, что довольно парадоксально, потому что самки занимают господствующее положение в обществе и имеют 80% тела веса от самца, так же, как и люди, собственно. Шимпанзе – самое гетеросексуальное из высших обезьян. Однополый секс у шимпанзе в природе практически не наблюдается, зато очень высокий уровень агрессии. Самка шимпанзе, например, может убивать и съесть детенышей другой самки. Джейн Гуделл, знаменитая исследовательница шимпанзе, описывает, как она из самок, за которыми она наблюдала, Блиса в течение нескольких лет вместе со своей дочерью, Пом, занимались людоедством. Ну, точнее, шимпанзеедством они убивали практически всех детенышей, более не сгранговых самок. Вот для бонобо такое поведение невозможно. То есть мы видим на примере сексуальных отношений. Те конфликты, которые шимпанзе решает войной, бонобо решает любовью. Если шимпанзе хочет банан, который держит руку как другой шимпанзе, он подойдет и даст другому шимпанзе в рог. А если банан хочет бонобо, он подойдет и займется с другим бонобо любовью. Да, там другой хороший пример использования однополого секса, это построение системы социальных отношений, горилла. Горилла, стая, это самец, который имеет гарем и кроет сразу нескольких самок. А что делать молодым самцам, решенным женской компанией? Они собираются в свое мужское стадо, а как они поддерживают в нем равноправные отношения? С помощью однополого секса. Да, то есть, и, конечно, сравнение человека с высшими приматами именно в части брака, конечно, некорректно по одной капитальной причине, потому что у высших приматов нет не только гомосексуального, но и гетеросексуального брака. То есть, все-таки максимум, который длится брак у шимпанзе, это если у самки течка, и самцу удалось уговорить уединиться с ней на несколько дней. После этого самка выращивает потомство в одиночку, остальные члены ей помогают постольку-постольку. Хотя, кстати, любой из них, в том числе и самец, может усыновить 5-6-летнего детеныша, если мать его погибла. Собственно, в этом главное наше отличие от высших обезьян. Оно как раз и состоит в том, что благодаря своему большому мозгу человеческий детеныш рождается совершенно беспомощно. Его взросление занимает куда больше времени, и, соответственно, наличие отца, вносящего серьезный вклад в воспитание потомства, является, видимо, одним из самых фундаментальных отличий Homo sapiens от ближайших родственников. Наряду с языком, большим мозгом и умением пользоваться орудиями. И я уже об этом много раз говорила, что да, как и все животные с большим мозгом, Homo sapiens – существо, очевидно, бисексуальное. Насколько бисексуальное, сказать сложно, потому что очень трудно померить. Видимо, все-таки стереотипы сексуального поведения очень сильно зависят от общества. Но, скажем, в обществах, где гомосексуализм был разрешен, из 14 первых римских императоров в соответствующих связях были замечены 13. А вот если говорить об обществе, где гомосексуализм был запрещен, то там тоже дело обстоит, неважно. К примеру, в 1432 году в Венеции создали организацию, которая должна была исчислять садомитов. Так вот, за 60 лет ее деятельности в списке попало 17 тысяч человек. Но при единовременном населении города там типа в 100 тысяч. И я напомню знаменитый отчет Кинси, который в 1948 году в США, то есть в культуре такой промежуточной, где за гомосексуализм еще не сажали, но все равно еще не любили. Отчет Кинси насчитал 27% американцев, которые когда-либо занимались однополым сексом, еще 10, которые об этом подумали. То есть вот это вот число, которое сейчас называют 10% гомосексуалистов, я не знаю, откуда оно взялось. Оно, в общем, скажем так, мало имеет отношение к культурным особенностям человека. И, как я уже сказала, различные человеческие общества, они институционализировали различные виды однополых связей. Да там я уже говорила о шаманах-бердашах, которые вели себя как женщины, блудче мужчинами. Там древние германцы по-видеому практиковали связи, ну, там, по типу горилл, между равными по статусу воинами. А японские самураи практиковали связи по типу снежных макак, где было характерно представление о трех возрастах мужчины, где, значит, юный воин перенимал от своего возлюбленного мужественности опыт. Разновидности бесчисленные. Вообще проще перечислить те типы гомосексуальных связей, которые в человеческих обществах отсутствовали. Я могу совершенно честно сказать, что я знаю, по крайней мере, только одну. У человека, как в отличие от Бонобо, никогда не было коалиции правящих самок-лесбиянок. Вот в комедии Аристофана «Женщина в народном собрании» похожая коалиция была, а в жизни не наблюдалась. И вот еще парадоксально, как я уже сказала, никогда ни в одном обществе, ни при каких обстоятельствах, не было института однополого брака с целью выращивания потомства. Ну вот я уже проводила пример римских императоров, которые иногда усыновляли своих любовников. Вот Сёган и Токугала, пятый Сёган Цюньёши, сделал своего возлюбленного, канцлера Янагисаву, ну, собственно, канцлером, да, и одним из самых крупных вельмож. Ну вот что им мешало вступить в законный брак и кого-нибудь усыновить? Или там, возьмем, греков. У бога Посейдона был любовник Пелопс. Но ничего, вроде бы, не мешало Посейдону завести от Пелопса потомство. Ну, у богов, у них же просто, они там могут из бедра кого-то родить. Нет, вместо этого, значит, Пелопс, когда он взрослеет, он сватается в женщине, в гиппадамии, дочери царя города Пизы, выпрашивает у своего же небесного покровителя волшебную колесницу, запряженную морскими конями. Ну, и, собственно, поэтому выигрывает состязания, получает невесту. И, собственно, кстати говоря, эти состязания на колесницах послужили началом Олимпийским играм. Привет, Сочи! Да, так вот, мне кажется, что вот эти вещи, они хорошо инстрируют фундаментальную биологическую особенность человека. Что до самого начала XX века в тех обществах, где гомосексуализм был разрешен, и к тех, кстати, где он считался грехов, он воспринимался не как психическая особенность какого-то конкретного человека, а как форма поведения или форма греха, которой способны любой мужчина и любая женщина в некоторые периоды своей жизни. Да, и вот здесь я, собственно, возвращаюсь к главному. Да, почему возникло такое эволюционное приспособление у человека, мы можем только гадать. Да, так сказать, возможно, как у других высших обезьян, однополый секс у человека в первую очередь там служил средством регулирования социальных отношений в коллективе. Да, возможно, он служил полезным социально-биологическим механизмом, который отсрачивали процесс заведения до детей до времени социального, создавания биологического взросления самки и так далее. Но вот я, собственно, возвращаюсь к главному, что брак – это способ выращивания потомства. И у Homo sapiens брак появился потому, что в отличие от самки-шимпанзе, самка Homo sapiens вырастить потомство сама не могла. В XX веке эта ситуация впервые резко изменилась, потому что технический прогресс привел к некоторым фундаментальным переменам в процессе просто биологического воспроизводства вида, резко упало количество детей, самки стали выращивать детеныша без самца. Причем немедленно отмер институт брака. Начал. Причем с обеих сторон, потому что образовалась масса самок, которые стали говорить самцу «пошел вон, я без тебя справлюсь», и образовалась масса самцов, которые говорят «пошли вон, пошла вон, там без меня справишься». Понятно, да, что брак не отомрет совсем, потому что, конечно, я думаю, что это лучшее, что возможно, когда два любящих человека могут всю жизнь прожить вместе. Но все-таки мне кажется, что с браком случится то же самое, что с театром. Вот во времена Аристофана в театр ходил каждый. А все-таки теперь вот в кино ходят чаще, чем в театр. Вот брак как театр будет замечательный социальный институт, но не для всех. И вот для меня это главный парадокс, потому что, знаете, ну вот посмотрите, весь XX век женщины боролись за право разводиться и воспитывать детей вне брака. И вот сейчас у нас гомосексуальные пары борются за право заключать брак. Ну как же это так? Вот как это понять? Все, что мы знаем о современном обществе, свидетельствует о том, что к браку, как к повсеместному социальному институту, приходит печальный конец. Все, что мы знаем о человеческой биологии, свидетельствует о том, что какова бы ни была степень бисексуальности человека, все-таки его гомосексуальные связи, в общем и целом, более краткие и приходящие, чем его гетеросексуальные связи. И чаще характеризует скорее период жизни, чем общую склонность. И при этом там дело не в биологических ограничениях, которые, как я уже сказала, даже парой черных лебедей легко преодолеваются. Дело все-таки, видимо, в принципе, в другом их характере. И вот поэтому, когда я смотрю на требования все-таки однополого брака, ну, я вдруг понимаю, что это не имеет никакого общего, ничего общего там с собственной любовью, потому что любить-то друг друга никто не запрещает. А с всякими вещами типа Вилфера, то, что один партнер должен иметь привилегии другого партнера. Но давайте тогда говорить, что это уже не имеет отношения к любви, это тогда уже такие сложные социальные вещи, которые, ну, мягко говоря, вряд ли хороши. И еще раз повторяю, во всей этой истории с гомосексуальным браком меня лично больше всего смущает, что в истории человечества ничего подобного никогда не наблюдалось в смысле выращивания потомства у однополых пар. И хотя, безусловно, да, там айфонов тоже не наблюдалось, как я уже сказала, все-таки это такой серьезный звоночек с предупреждением. 985, 970, 45, 45, у меня осталось очень мало времени, но, пожалуй, я не могу удержаться от того, чтобы прокомментировать высказывания главы РЖД Владимира Иконина, который призвал на минуточку отдать под суд члена Международного Олимпийского комитета, который заявил о воровстве на Олимпийской стройке. Да, значит, так, на минуточку. Вообще-то глава, вот этот вообще-то член Международного Олимпийского комитета, господин Каспер, он не называл Якунина. Это называется, по-моему, на Варе Шавка горит. Да? Что там сказал Якунин? Если все своровно, то на какие шиши была построена железная автомобильная дорога? Да. Но вот в том-то и дело, на какие шиши? 40 дорога в 48 километров. Каждый километр, который стоит 200 миллионов долларов, да? Да, это... Я уже говорила на прошлой передаче, что за эту цену дорогу можно слоем черной икры намазать. И это одноразовая железная дорога, которая нужна только за тем, чтобы на несколько дней Олимпиады перевезти пассажиров в горы. Но помимо того, что действительно... Продолжение следует... Продолжение следует...